добрый день дорогие друзья я приветствую вас из солнечной но сегодня ветреной испании сегодня речь пойдет о беженцах многих украинцев оказавшихся в других странах сейчас волнует вопрос а что же дальше и многие страны уже начали готовить украинцев к мысли о том что придется возвращаться дополнительные деньги и выплаты на дорогу как украинских беженцев побуждает выезжать из ес домой украинцы продолжают переезжать страны предлагающие временную защиту и стабильность по данным евростата после февраля 2022 года только страны с приняли более четырех миллионов украинцев а количество людей со временной защитой стабильно увеличивается во всех странах европы кроме дании большинство граждан ес готовы в дальнейшем продолжать принимать все беженцы с украины по результатам опроса еврокомиссии такой ответ дали 79 процентов европейцев но ресурсы этих стран не безграничны и и поэтому некоторые уж да и сейчас задумываются как мотивировать переселенцев вернуться домой программа возвращения 1 разработала швейцария следом ирландия затем норвегия чехия и финляндия некоторые государства предлагают дополнительные выплаты за добровольный переезд деньги на дорогу и бесплатные юридические консультации первый план разработала швейцария чтобы у людей не было иллюзий насчет того останутся они в стране или их попросят с вещами на выход по состоянию на август 2023 года в швейцарии под временной защитой находится более 65 тысяч беженцев из украины у государства довольно понятная схема которая побуждает украинцев в конце концов покинуть территорию швейцарии и вернуться домой швейцария первая разработала план возвращения украинцев на родину и обнародовала его для украинцев государственный секретариат по миграции совместно с властями швейцарских кантонов разработал специальный план добровольного возвращения украинцев домой беженцам предлагают денежные поощрения в размере от 1 до 4 тысяч франков а полной реализации проекта по возвращению на родину речь идет только после того как в украине станет безопаснее швейцария надеется что беженцы будут достаточно мотивированы чтобы уехать домой правительство рассчитывает что 80 процентов украинцев готовы сделать это полностью добровольно предварительно швейцария рассматривает что временную защиту статус с можно будет отменить в этом либо будущем году да сейчас невозможно предсказать когда закончится война в украине и как будут развиваться события но швейцарцы также как и украинцы также как есть весь мир надеются на лучшее после этого процесс возвращения беженцев согласно разработанному сценарию будет продолжаться от 6 до 9 месяцев швейцария готова уплатить возвращающимся от 1000 до 4000 франков это примерно от 1075 до 4400 евро но размер этой помощи будет напрямую зависеть от того когда беженцы покинут территорию швейцарии чем раньше тем будет больше суммы таким образом государство рассчитывает что беженцы будут принимать решение быстрее такая спешка связана с тем что после пяти лет непрерывной жизни в швейцарии беженцы могут претендовать на постоянный вид на жительство категории б и поэтому власти заинтересованы чтобы мотивировать украинцев вернуться на родину как только это станет возможным но план швейцарии в полной мере вступит в действие только после того как ситуация изменится и вернуться на украину будет безопасно швейцарские власти предполагают что 20 процентов украинцев не пожелают добровольно вернуться на украину и решат остаться в швейцарии навсегда при этом принудительно швейцарии возвращать или торопить не собирается никого но добровольный выезд будет у украинцев от шести до девяти месяцев как ирландия будет стимулировать украинцев выезжать с острова ирландия переживает серьезный жилищный кризис из-за наплыва украинцев свободных мест для размещения беженцев нет в последнее время украинских беженцев стали размещать в палатках под открытым небом это временное убежище но жители палаточного городка жалуются на условия пребывания холодно сыро и тесно особенно в осеннюю или зимнюю погоду в таких палатках жить сложно поэтому правительство ирландии призывает украинцев по возможности рассматривать другие страны для переезда в то же время ирландия очень заинтересована чтобы украинцы вернулись домой как можно скорее в этом случае больше речь идет и не о мотивации людей добровольно уезжать а о том чтобы уменьшить привлекательность ирландии для беженцев из украины сейчас украинцы и в ирландии получают высокие выплаты в неделю по 220 евро в неделю и это собственно говоря является причиной такой большой популярности ирландии у украинских беженцев но сейчас правительство задумалось об уменьшении социальной помощи ведь в других европейских странах суммы поддержки могут быть в разы меньше логично что для многих украинцев возвращение домой может быть достаточно сложным и по экономическим причинам и по причинам личного характера поэтому власти ирландии размышляют о том как сделать возвращение беженцев более выгодным и привлекательным для беженцев в частности рассматривается варианты денежной помощи для тех кто готов добровольно покинуть остров это будет разовое поощрение также это может быть какая-то финансовая поддержка на первое время после выезда но о каких суммах идет речь пока неизвестно финляндия предлагает большую сумму 5300 евро такой пакет материальной помощи разработала правительство финляндии программа начала работать с первого января этого года в мвд еще уточняют что эта программа подходит только для тех кому не удалось получить убежище в финляндии или для тех кто передумал его просить и отзывает прошение размер помощи на добровольный возврат будет составлять 5300 евро в случае если заявление подали в течение 30 дней после уведомления о первом отказе в предоставлении убежища или со дня отзыва заявления о предоставлении убежища если заявление подали после в 30 дней то размер гранта снизят до 2000 евро правительство финляндии планирует что это решение будет стимулировать переселенцев украины как можно быстрее уезжать от страны и отказываться обжаловать решение об отказе о предоставлении убежища выплата на добровольный возврат может быть предоставлено виде материальной помощи на оплату проезда и устройство жизни на новом месте на родине или в виде гуманитарной помощи такая большая помощь за возвращение будет выплачиваться только тем кто имеет в стране статус лица нуждающегося в дополнительной защите это нужно учесть ведь выплаты 5300 евро не касается тех кто находится под временной защитой а большинство украинцев финляндии и вообще в государствах есть получили именно такой статус также нужно отметить что материальная поддержка от финляндии не будет предоставляться случае переезда в другую страну и с или шенгенской зоны последние месяцы норвегия стала самой популярной скандинавской страной для переселенцев из украины в 2023 году она побила даже рекорд по росту населения дело все в украинцах их сейчас в стране около 61 тысячи страна еще в октябре заявила что готова финансово стимулировать и украинцев уезжать домой норвегия предлагает переселенцам с временной защиты выплату на возвращение в размере 1500 евро норвегия вводит два ключевых принципы как сделать страну менее привлекательные для переселенцев из украины и стимулировать их уехать домой или в другое безопасное место в норвегии для тех кто готов возвращаться введут специальную программу денежной мотивации возвращаться просят только в том случае если ситуация с безопасностью это позволяет чтобы граждане украины нашедшие убежище в норвегии могли уехать домой и начать новую жизнь страна предоставляет выплаты в размере 1500 евро эти деньги посылают на норвежский банковский счет который открывали для начисления соцвыплат однако если украинцы решат снова вернуться в норвегию эти средства придется вернуть чехия пока определяется суммой пособия на возвращение чехия является третьей страной по количеству украинцев которым предоставлена временная защита сейчас в таком статусе в чехии находится около 365 тысяч украинцев массовый наплыв людей привел к тому что в больших городах чехии таких как прага украинцам больше не предоставляют бесплатное жилье и хотя переселенцы имеют право на бесплатное проживание в течение 150 дней реальных вариантов поселения критически мало поэтому чехи уже почти год разрабатывают программу возвращения украинцев домой чехи заявила что они готовы оказать финансовую поддержку тем кто решит добровольно вернуться домой украинцы смогут и дальше получать временную защиту в чехии и до марта 2025 года также там отмечено что возвращающиеся домой будут получать одноразовую выплату деньги поступят когда украинцы уже уедут из чехии и будут на территории украины сейчас пока размер помощи неизвестен что известно о помощи на возвращение от чешского правительства чехия готова покрыть некоторые расходы билеты проживания необходимые юридические консультации если это ускорит возвращение на украину чехи отмечают что выплата на добровольное возвращение будет одноразовый и если со временем украинцы решат вернуться в чехию то половину суммы помощи придется вернуть поэтому те кто хотят остаться жить в странах пребывания навсегда должны по меньшей мере устроиться на работу и перевести статус беженца в статус пребывания например по работе на этом я желаю всем всего хорошего благодарю за внимание и до новых встреч